Всем привет! Меня зовут Егорчик, это Футбулс и сегодня о предстоящем сражении, не побоюсь этого слова, Олимпиакос-Краснодар. Традиционно греческий Олимпиакос очень силен дома. Кстати говоря, в прошлом году, к примеру, он обыгрывал Милан на своем поле 3-1, не позволив ему выйти в групповую стадию Лиги Европы. К Краснодару, конечно же, будет сложно на выезде, и все эти разговоры о том, что якобы наш клуб обязан обыгрывать Олимпиакос, не совсем корректное утверждение, на мой взгляд. Почему? Первая причина, ваш тезис, что Олимпиакос слабее Порту, не совсем правильный. Ведь, во-первых, в футболе не действует так. Ты сильнее, а ты выиграешь, ты слабее, ты поиграешь. Иначе бы смысла этой игры не было. Футбол нас постоянно удивляет, и здесь эти категории не работают. К примеру, в прошлом году, как бы хорошо не относился к армейцам, но клуб их слабее Реала, объективно говоря, но Реал к нам приехал и уступил 0-3 в Москве. Масса примеров, перечислять их не имеет смысла. Второе. Говоря о том, что Краснодар обязан обыгрывать Олимпиакос, мы, так или иначе, оказываем давление на команду. Ведь все это тиражируется в СМИ, в соцсетях. И на кого-то это может быть положительно повлияет, подстегнет, как, возможно, подстегнуло Магомеда Шапи Сулейманова, который забил два гола в матче с Порту. Но на кого-то это может оказывать давление и не очень хорошо скажется. Третье. Футбол это очень сложный вид спорта, состоящий из множества элементов и множества факторов. И любой из этих факторов может так или иначе повлиять на игру, кардинально повлиять на игру иногда. Например, это может быть фактор домашнего поля, фактор погодных условий, фактор настроя, фактор быстрого гола, фактор удаления. И этих факторов может быть бесконечное множество. И кто его знает? К примеру говоря, не дай бог, конечно, мы пропускаем быстрый гол в свои ворота. Там с пенальти нашего центрального защитника удаляют. И установка кардинальным образом меняется. В выездной матч мы десятером проигрываем 0-1. Что делать? Ну, здесь уже как бы не пропустить больше, да? Или же обратная ситуация. Олимпиаков в начале матча получает удаление, мы забиваем 1-0 и уже совсем другое настроение. Понимаете? Ну, любой, любой фактор может сыграть и поэтому Краснодар обязан обыгрывать. Ну, нет. Я надеюсь, что Краснодар выиграет по сумме двух встреч и все будет хорошо. На мой взгляд, положительный результат будет результативная ничья на выезде. Теперь, что касаемо билетной программы. Тоже стоит о ней поговорить немного о матче Краснодар-Олимпиакос. В соцсетях писали, такие очереди, как же так? Ребят, ну а что вы хотели? Прекрасный стадион, прекрасный матч, дешевые билеты. И вы хотите, чтобы они просто... Еще курьер приезжал и привозил вам этот билет самостоятельно? Нет, так не бывает. Большое количество желающих приводит к тому, что сайты падают, сложно купить. Но, кстати говоря, вчера, во второй день открытых продаж, я без проблем, ну практически там, не знаю, с третьего, с четвертого раза, купил билет по карте болельщика. И опять же, разговоры. Ну вот что делать, с меня нет карты болельщика. Я из другого города. Ну, если вы так любите Краснодар, приедьте, оформите эту карту болельщика один раз и все, никаких проблем. И я стоял в очереди тоже на матче спорту, чтобы купить билет, чтобы мы его разыграли. Мне самому он не нужен был, но мы его разыграли. Я стоял пять с половиной часов в очереди. На палящем солнце, да, там, в небольшой давке. Ребята ездят у нас на выезды, там, по 20, по 30 часов и ничего, не жалуются. И постоять пять часов в очереди для болельщика истинного, на мой взгляд, не составляет труда. Чаще всего подобные негативные комментарии распространяют люди, которые, ну, не имеют прямого отношения к болельщикам футбольного клуба Краснодар. Люди пришлые. Пришлые люди тоже, наверное, не очень плохо. Кто-то из них остается, возможно, на стадионе, но проблема в том, что люди эти, слышав громкую вывеску, покупают эти билеты, приходят на стадионы и смотрят футбол. Лично меня коробит, когда приезжают там четыре тысячи москвичей на матч, ну, скажем, Спартак-Краснодар, и они перекрикают наши трибуны. Мне это очень дискомфортно. Я надеюсь, что такого будет все меньше и меньше, все больше и больше, и будет активных болельщиков. По-моему, их становится больше, но на Порту я ожидал большей поддержки. Мне кажется, поддержки трибун не хватило. Очень много было просто левых людей, которые там спрашивали, а сколько длится антракт. Люди, которые абсолютно никакого отношения не имеют к футболу, и, возможно, они занимали чьи-то места, но это неплохо. Наверное, для кого-то. Для кого-то, ну, это уже... Я просто выражаю свою точку зрения. Мне кажется, мне хотелось бы, чтобы было больше людей, которые активно поддерживают и действительно переживают за наш клуб. Я уверен, что таких наберется на матч с Олимпиакосом. И здесь мы уже плавно переходим к проблеме перекупов. Эта проблема есть, клуб пытается с ней бороться. Насколько я знаю, было аннулировано несколько десятков, а то и сотен билетов. Лично мое отношение к перекупам, ну, нейтральное. Я не испытываю какого-то большого негатива к ним. Каждый зарабатывает, наверное, как может. И это их право. Если есть у них такая возможность, они этим зарабатывают. Но для себя я принял решение не покупать билеты по завышенным ценам. И когда у меня есть возможность кому-то купить билет, я никогда не завышаю цену. Я либо дарю его человеку. И в прошлом году таких примеров было много. Когда приезжали из разных уроков нашей страны, на топовые матчи хотели попасть. Я либо отдавал бесплатно билет, либо отдавал по себестоимости. Я принял такое решение. И я надеюсь, что и вы принимаете такое же решение. Не спекулировать на билетах и не покупать у перекупов. Потому что покупая у перекупов билеты, мы создаем вот эти ажиотажи дополнительные в очереди. И тем, кто действительно хочет пойти на стадион, дополнительные проблемы при покупке билетов. И потом еще и на клуб какие-то у нас претензии. Что якобы вот Галицкий построил такой красивый, отличный стадион. Все так продумано. А вот билетную программу не продумали. Ну конечно, клуб должен, наверное, курьеров отправлять. Каждому из нас. Еще желательно нас туда на такси отправляли бесплатно. Ребята, ну что за такое потребительское отношение? Перефразируя слова одного политика большого, скажу. Не спрашивайте, что клуб может сделать для вас. Спросите себя, что вы можете сделать для клуба. Два комментария, которые мы выбрали. И дарим им билеты на ЛОКО. У нас был такой небольшой розыгрыш. Вот эти два комментария. Один комментарий самый залайканный, поэтому мы выбрали. Ну и в принципе он отражает действительность. И нам очень нравится. И второй комментарий. Большое спасибо, что обратили внимание на корректность наших болельщиков. Поэтому вам тоже есть билеты. Если вам они, конечно, нужны по одному билету. Мы решили в этот раз делать так. Не два в руки, а вот по одному. Если они вам... Вам еще актуально, напишите. И... Вот зачем ты мне мешаешь снимать? Вот я уже... Мне оставалось три минуты. Закрой дверь. Закрой дверь, выйди. Я доснимаю, я тебя позову. Ты сейчас задачку можешь решить? Шахматную? Да, да. Ладно, друзья, это был Футболс. Всем пока. Надеемся на победу в матче с Олимпиакосом. Держим кулаки и болеем, болеем, болеем за наших ребят.